Мастерство начинается с игрушки. Под таким названием открылась выставка в отделе декоративно-прикладного творчества этнокультурного центра. На экспозиции представлены работы Александра Литкова, признанного мастера по изготовлению национальных сувениров, аксессуаров, предметов быта ненцев. Работы Александра Литкова неоднократно выставлялись на российских и зарубежных экспозициях. Новая выставка посвящена игрушкам. Волчок – одна из любимых игрушек в тундре. Нехитрый предмет из трёх деталей, способен занять детей на долгое время. Вот только как он выглядит и как его изготовить, знают уже немногие. Мастер декоративно-прикладного творчества Александр Литков попытался дать ненецкой игрушке новую жизнь. В тундре как-то таких игрушек нет. То есть игрушки делают дети, например, они делают их, чтобы учиться. Девочки шьют, потом они шьют куколки ука из утиного клювика, из гусиного клювика. А дети, мальчики, они уйдут свои игры. Они играют традиционно то, что они видят, что делают их родители и старшие братья. Они ловят оленей, делают нарты. Макеты чума, нарт, олени с настоящими рогами и куклы – всё из натуральных материалов. Дерево, рога оленя, меха и кожи, клювы тундровых птиц. Правда, технология изготовления изменилась, признаётся мастер. Если в тундре весь материал обрабатывался вручную с помощью ножа, рубанка и пилы, то теперь используются различные станки. Кроме того, на выставке можно было ознакомиться с ещё одним направлением творчества Александра Литкова – сочинение «Былин» о героях ненецкой земли. Ненецкие песни поются изо дня в день. То есть в одном чуме сидят, есть там человек-сказитель, он рассказывает сказку, песню, и он изо дня в день этот мотив использует. И его герой сказания песни, он может дойти и за море, и вернуться, и многие дела сделать, и жениться, и победить подземных духов, например, тех, кто насылает болезни, и может подняться наверх и поговорить, чтобы пожелать, чтобы у людей было счастье олендное. Познакомиться с работами и песнями мастера можно до 28 февраля. Выставка «Мастерство начинается с игрушки» ждёт всех желающих в отделе декоративно-прикладного творчества этнокультурного центра. Валентина Чибичек, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.